Доброе утро! Ой, доброе утро, девочки и мальчики! Небушка-то какое, боже мой! Какая красота! Розочки цветут! Помидорчики цветут! В маках насекомые летают! Летают! Всякие! Осы, наверное, да? Ну, не пчелы же это! Наверное, осы! Красота! И я хожу в коротенькой рубашке и не боюсь, что меня кто-то увидит! Лен цветет! Лен цветет! Скоро мухоморы у меня Вырастут в количестве трех штук Пока вот сохнут Какие покрашенные! Какие еще сами по себе сохнут Вон там, вон в инжире розочки розовые вон распускаются Их с другой стороны И не снять их! Ой, как же инжир разросся! Господи! Вот за пять лет Он был ростом с меня А росту-то у меня Господи, полтора метра И стал вот такой вот Огромный Вот на Фиоленте мы жили Там так деревья не растут Потому что там скала Земли там сверху Видимо не так много Там люди покупают Землю привозят Насыпают Вот мы еще в том году были У Миши там в гостях У него деревья Ну чуть-чуть подросли За эти пять лет А тут просто прет как Не знаю что Вот смотрите Вот какой уже инжир Вот сейчас я доберусь до него Вон видите какой уже Вот вам и Крым А везде все равно по-разному Вон он уже выше дома Так что здесь вот в этих местах Конечно Деревья не страшно сажать Быстро вырастают Все прям плодоносит уже Вот на четвертый, на пятый год Вон она уже Сколько цветочков Вот она палка Тоже вот с меня ростом полтора метра где-то вверх Дала Дала Мелисса просто лес Вот я только вот Вот выстригу Тут вот тут Там с той стороны Она тут же моментально зарастает опять Я думала что я ее все вырежу Нет Нет не получается Вчера вечером с Сережей разговаривали Я ему говорю, я говорю, слушай Раньше коровы были вот тут рядом паслись Я говорю, я хоть собирала Ну, подкармливать Все Я говорю, а теперь одни кони остались Он говорит, так это еще лучше Сходи пособирай Так что вот Надо сейчас сходить Так, ну что у нас за погода-то Ну вот 25 Еще 8 часов нету А по прогнозу 24 всего Что-то как-то Неправильные эти прогнозы Ой, нашла В интернете Такой заборчик из цемента Ну прелесть Так хочу сделать А куда мне его У меня одни заборчики Каменные Кругом А прям руки чешутся Ну Какие тут заборчики еще Так Так Так, ну ладно Надо пойти позавтракать Ой, дело-то еще, господи Ну что, мои хорошие, у вас все нормально? Я надеюсь, что должно быть все хорошо Все, снимается карантин Он уже в Москве там все Снимают Сказали, что можно выезжать на отдых Куда хотите Куда хотите Только туда, куда я хочу Граница Закрыта пока Ну что-то нет в этом году желающих Вот среди моих знакомых Может просто пока еще не открыли И люди не очухались Но мне пока еще никто не писал, не звонил Я говорю, в том году было 29 человек за лето Те, кто меня смотрит Постоянно Видели, как у меня Менялись только В этом году пока все молчат Куда тебя Че ты вываливаешься Расти наверх Ну Что это такое Внуки Внуки точно не приедут Гоняют по Мурманску на велосипедах Жалко, конечно Ну ладно, поживем, увидим Может что-нибудь изменится А я хочу вам показать Чем я тут занималась вчера И Прям хочется похвалить Девочки вас Когда я делала первое вот такое вот Украшение Я даже не думала, что будет отклик Ну потому что думаю все-таки у меня У меня Контингент такой зрителей Возрастной А это вещь такая ультрамодная Ультрасовременная Стильная Ну я как-то И что вы думаете У меня уже забрали три штуки Причем я их даже показывать не успевала Купила одна Потом Звонит, пишет ее подруга Потом еще знакомая Молодцы девчонки Просто вообще молодцы Надо же Прям порадовали меня Своей смелостью, креативностью Молодцы Молодцы Вот такое вот еще Очень приятно Ну это говорит только о том, что у нас народ Продвинутый Ну не весь, конечно Но есть экземпляры такие Ну это вообще легкое невесомое Так, сейчас еще покажу Вот такой шарф я сделала Сначала хотела белый цветок Ну потом дома нет Белый Потеряется А этот прям Ну это же не просто шарф Это же украшение еще дополнительное Поэтому Сделала вот так вот Хороший цвет Я не знаю как он называется Темно Ну такой темно-желтый Ткань хорошая Не морлевка Вот как в основном Эти шарфики Такая Поплотней И о чудо Я нашла еще такой шарф Знаешь, как приехала с Мурманска Пораспихала везде И уже и забыла Так Ну вот этот С яшмой Вот с такой Сафари Вот так что Я работаю Постоянно И как бы Не гавкали Диванные критики А я работаю и работаю Собака лает Караван идет Как мне написали Все правильно Буквально Буквально шахтер После ночной смены Надо так спать Проснулась Чего-то около трех часов От того что скребется в дверь И вот он как завалился Так и спит Лапки вытяну Кабаси, буду постель менять Сейчас помоюсь попозже Постель поменяю И придется тебя потревожить Радость моя Ну вот Сходила в степь Принесла богачество Смотрите как ходила Колхоз Штаны заправленные в носки Ну мало ли от клещей Вроде как Береженого Бог бережет Так что Нашла Ну и хочу сказать Нифига себе лошадки какают Вот это вот с одной кучки Хорошо кушают, хорошо какают Одного ведра не хватило Пришлось еще идти Ну ладно, подкормлю Потом может через недельку еще У меня главный специалист это Сережа Хе-хе-хе Хе-хе-хе Ну и Марина конечно Ну просто Марина постоянно занята У Сереги как-то больше свободного времени Вот он мне Советы дает Проверенные опытом советы Ну вот, добилась я наконец-то вот такого цвета Ну вот, добилась я наконец-то вот такого цвета Так что будут Разные у меня мухоморы Один Какой-то розовый Ну ладно, они же тоже Ни одного цвета Какие помоложе, какие постарше Так Ой, это каждый день Это еще только утро А оно все растет и растет И гораздо быстрее, чем Полезные какие-то Растения Вот наконец я купила эпоксидку И приклеила нормально свои калаше Которые были приклеены на горячий пистолет Горячий пистолет Это знаете, девочки Это вот надо что-то снять по-быстрому Тогда горячий пистолет, да Но он же терпеть не может влаги Сырости Вот у меня зимой они постояли в пустом доме И все, и благополучно все отвалилось Вот делала я, кто не помнит, наверное Вазочку с бусинами Вот тоже Быстренько, ну чтоб для съемки Конечно, он незаменим Так оно отвалилось все Вот просто пошла вот эта сырость Осенью влажность И все, все эти пуговицы отвалились благополучно Поэтому нет ничего лучше серьезных клеев Эпоксидочка Это навсегда Ой, мои дорогие Я поражаюсь Вашему вниманию Как вы умудряетесь все замечать Как умудрились Увидели, что у меня Магнит В лувр Билет Я не понимаю Наверное, на паузу нажимают Где вы купили такой магнит? Ну где же его купишь-то? Это просто билет в лувр Вырезанный, вставлен в магнитик Ну что же вы, мои дорогие Вот Ватикан То же самое Приклеенный на магнит Вот Вулкан Тейде На Канарах То же самое Так, что еще есть? Диснейленд В Париже Ой Ой, вот он В Париже Ой, они такие грязные Их надо помыть все Так, вот это вот Билет на Эфелеву башню Это еще где-то А, вот еще Выставка, вот видите В 12-м году В Париже Автомобильная была Антикварные там И антикварные И новые Тоже Ну, где ж Где такой купишь-магнит? А это память Мои хорошие Не доходят руки Надо бы, конечно Все это вымыть Но у меня их столько А, у меня еще коробками лежат Так, сейчас я посмотрю А тут нету С этой стороны Нет, тут билетов нету Знаешь, в коробках Лежат магниты Просто я к ним уже Ну, как-то Сейчас не ездишь никуда И как-то я к ним охладела Немножко А надо бы, конечно, заняться Перемыть все Вот Молодцы Настолько внимательные А для этого Вот у меня Собираю я вот такие Магниты Ну, когда мне где-то попадаются Я их не выбрасываю Сохраняю Мало ли будет куда-то билетик Я вырежу и приклею Вот Еще Вот такие вот магниты Которые Очень легко Вынимаются Были у меня вот двойные магниты Там Одинаковые Вот видите в Пловдиве Как Алеша написано Аль-Оша Они очень легко вытаскиваются Вставляешь туда Другую Картинку Какого-нибудь билета Или ну там И все И защелкиваешь Вот тебе Магнит такой Какой тебе нужен Аль-Оша Надо же Я только сейчас заметила Семь лет прошло Как мы с Макариком были в Пловдиве А вы все замечаете А я такая росомаха Господа Я не знаю Для меня Билет Гораздо Приятней память Чем просто магнит Какой-то китайский Ну наверное я так устроена А вот это вот норвежские магниты Лохматые Все надо мыть Любят они Вот такие вот Лохматень Нет Серьезно Это вот только что у меня Здесь В доме Магниты Если все показать Там еще целая коробка здоровая Которую просто некуда ее пристроить Толик приехал Привез мне сигарет Еще что-то я просила Сейчас Ты не замерзла? Нет А ты замерзла? Я просто замерзлась Да нет Хорошо Как здоровье-то? Да мне как Так Не здорово Время 4 часа Уже цикады Трещат Жарко на улице я Дома сижу делами занимаюсь Всякими Сейчас не успеешь оглянуться Как вечер Наступит Завтра если будет цыганский рынок То Толик мне позвонит с утра Съезжу Ну должны уж Если уже открывают все Что ж такое-то Ну вот опять вечер Еще один день прошел Мне одна написала Женщина Ну видимо Равнодушная К закатам и рассветам Она мне написала И не лень вам тащиться На этот закат Не лень А знаете почему? Мало людей досматривают мои видео до конца Мало И это самые дорогие мои зрители И это самые дорогие мои зрители И это именно вам я выхожу Пожелать спокойной ночи Потому что просмотр в основном Меньше десяти минут Ну а если двадцать с лишним минут Так это самые терпеливые мои подписчики Во-первых огромное вам за это спасибо Ну и естественно что я вас больше всех уважаю и ценю Ну и Ну и Как всегда Очень хочется чтобы у вас все было хорошо Покой в душе Покой в душе Чтоб все было хорошо дома Чтоб не болели Ни вы сами Ни ваши близкие Будьте здоровы пожалуйста Пусть все у вас будет хорошо Я не знаю как вы Я устала как собака За день Просто вот Уже еле ноги ходят и еле язык ворочается Так что сейчас пойду Чего нибудь съем И лягу Потому что Уж очень рано я встаю Ну так еще ладно рано встаю Еще просыпаешься в час ночи Потом блин до трех часов Проворочаешься Потом немножко уснешь и все И проснулась Четыре полпятого Пять Ну Ну это уже возраст Ну сейчас уже стало тепло по ночам Спишь с открытым окном Воздух такой как-то получше мне кажется Даже стало засыпать Так что Мои дорогие Спокойного вам Вечера хорошего И спокойной ночи И крепких снов Все мои дорогие Пока пока Субтитры сделал DimaTorzok